после установки получилось вот такой фартук в кухню здесь еще не все доделано конечно вытяжка не все доделано в плане плинтуса плинтус я не захотел ставить пластиковый алюминиевый стоит дорога и поэтому я решил вот такие стеклянные полоски покрасил с обратной стороны серой серебристой краской и поставил на хотел поставить на силикон серый но в магазине был не силикон полиуретан сейчас попробую приблизить в таком состоянии получился как кромка в принципе мыться будет хорошо вот такой какой-то автомобильный полиуретан в магазине строительном сером оказался в сером цвете оказался только полиуретан но есть и силикон можно использовать и и так для обустройства кухонного фартук нам необходимо куски стекла у меня это ширина 55 сантиметров два стекла которые я уже вырезал положил друг на друга и сейчас делаю сквозное отверстие через два стекла чтобы потом здесь в этом месте прикручивать к стене если уже приготовил пленку это обыкновенная пленка она бывает разная для стол вот я выбрал такой расцветки между двумя стеколами она поставится и все будет стоять как это выглядит увидите ну суть сейчас в чем что необходимо просверлить сквозное отверстие делается это вот такой фрезой это насадка круглая по стеклу стекло керамика обыкновенным пластилином делаю такое колечко для того чтобы можно и делать и без этого но я делаю с водой пластилиновое колечко внутрь немножко водички и собственно все и начинать немножко начинает фрезу немножко бич но поэтому если это происходит придерживаете прямо мне неудобно показать сейчас попробую это сделать прямо здесь рукой крутим крутится здесь рукой вот так вот чтоб она не дергалась буквально первые 10 секунд потом она уже закрепляется и нормально держит уже в самом пазу и сейчас просто сверлим отверстие сейчас установлю камеру я просто ногой прямо ногой становлюсь чтобы не сдвинулось стекло относительно нижнего стекла чтобы не было подвижки когда я сейчас первое просверлю она начнет заходить во второй может толкнуть сдвинуться для этого я прямо нахуй наступаю держу если я услышал звук что я прошел насквозь теперь что нужно сделать вытащить тут кусок провалился в середину что нужно сделать тут сверлеет в этой фрезе есть отверстие проволочкой изнутри выталкиваем тот кусок стекла выскочим протолкну и все и теперь просверливаем следующий там вода осталось и я потихонечку без нажима просто сверлим просверливаем теперь уже второе у меня два стекла по 4 миллиметра когда сверло проскакивает вы это услышите класс и вы не пропустите все отверстие сквозное через два стекла сделано теперь что мне нужно сделать это помыть хорошо вымыть от остатков стекла ну и вообще это как бы у меня баушное стекло осталось от каких-то оконных проемов больших я его нарезал в размер и теперь мне если у вас новое то особенно мыть не придется у меня стекло не новое поэтому сейчас я вымою ну и вот эту часть пленки поставлю внутрь между стеклами и так я промыл протер теперь ставлю пленку между стеклами и закрываю я предварительно уже по размеру вырезал закрывая вторым стеклом что теперь нужно сделать теперь следующий этап это приложить на то место куда я буду закреплять это у меня уже последняя панель для того чтобы перенести четкие отверстия туда на стену и просовердить уже теперь в стене поставить дюбель для закрепления к стене переносим на место сейчас и отмечаем место крепления на стене и так это последнее место вот последняя последний участок здесь у меня уже дальше все установлено здесь я сделал такой угол закрывает моторный узел внизу обратите внимание стоит обыкновенный кабельный канал самый тонкий 12 миллиметровый я у него если вы обратите внимание передний край срезал до половины тут бортик такой заусенка с двух сторон борт они вот такие борты и чтобы не было загиба середину это не принципиально его срезал тогда он не за без загиба а просто ровная поверхность можно этого не делать потому что дальше я приклеиваю стекло вот таким образом на полиуретон на полиуретон но это уже другая история значит сюда сейчас вставляю стекло отмечаю места на стенке для того чтобы закрепить дюбелями так я вставил на место и теперь переношу здесь у меня есть отверстие просто обыкновенной отверткой делаю прокол и ковыряю в стене в этом месте буду вставлять в этом месте буду сверлить под дюбель и с этой стороны тоже самое проделаю прокол и ну собственно все теперь нужно убрать в обратной последовательности для того чтобы просверлить и затем поставлю еще раз ну собственно все вот таким образом можно сделать здесь у меня еще инструмент лежит по всей поверхности кухни на углах я поставил розетки с этой стороны у меня тут стоит стоит техника микроволновка и там четыре розетки но с этой стороны пока поставил две но это не принципиально можно поставить сколько угодно все теперь сверлю и буду закрепить закреплять стекло и так у меня дюбель на 10 поэтому глубина в принципе должна быть приблизительно такая как длина но и так я хочу показать как я это делаю я во первых сверлю с помощью салкат для того чтобы весь мусор попадал в салок здесь легкий грунт глина значит я сверлю настолько чтобы дюбель засунуть не до конца я буду за 100 засунуть и наклон стекла можно как можно полностью засунуть и сюда прокладку просто поставить резиновую допустим а я достаточно ленивый я просто не до конца засовываю и вот стекло просто будет упираться в дюбель то же самое буду проделывать и другой стороне думаю что уже показывать не буду ну что же теперь просто нужно докрутить до такого сильно не зажимаем потому что металлическая но так чтобы стык на одном уровне